Тайком натаскать воды, сложить дрова и разобраться с местными хулиганами. Так советские школьники помогали семьям красноармейцев, больным и пожилым людям в фильме Тимура и его команда. Легендарное кино по книге известного писателя Аркадия Гайдара снимали в 40-м году в Куйбышеве. Как только произведение вышло в свет, воодушевленные школьники стали называть себя тимуровцами и безвозмездно помогать людям. На родине тимуровского движения и сейчас должны быть отряды ребят, готовые на благородные поступки, уверены участники Координационного совета по патриотическому воспитанию. С идеей возрождения тимуровцев выступил Виталий Добрусин. Мне кажется, что то, что мы можем сделать в этом году в Самаре, в Куйбышеве, это может стать точкой отчета для того, чтобы тимуровское движение уже возродилось в масштабах всей России. Для тимуровцев 40-х годов помощь нуждающимся была в первую очередь увлекательной игрой в добро. Сегодня, уверены участники Координационного совета, важно преподнести школьникам тимуровское движение так, чтобы заинтересовать ребят, а не заставить. Романтизм Гайдаровской книги, он, конечно, здесь должен быть на первом месте. Целый ряд каких-то будет продуманных шагов, пока еще не буду раскрывать всех секретов. Это, конечно, наверное, будет и элемент такой соревновательности, элемент военной тайны, может быть, в чем-то. Это, конечно, будет и ощущение приобщения к каким-то таким высоким ценностям. 25 лет назад тимуровское движение в Самаре перестало существовать. Сегодня помощь ветеранам, больным и пожилым людям оказывают волонтеры. На Самарской земле добродетель в почете. Волонтерское движение здесь одно из самых мощных в стране. Во многом волонтерское движение как раз выросло из тимуровского. И вот сегодня придать этому тимуровскому движению новое звучание, взять что-то хорошее из прошлого, посмотреть те практики, которые наработаны за последнее время, в новейшей истории. И обязательно должна какая-то быть идеологическая составляющая. На первых порах советам принято решение показывать в школьных лагерях фильм «Тимур и его команда» и документальное кино о тимуровском движении. Видео появится и на сайтах профильных ведомств. Далее в планах создание первичных отделений тимуровцев и открытие музея. В ближайшее время будет объявлен конкурс на лучший вариант атрибутики для нового движения. А в декабре школьники уже смогут отправиться на первый тимуровский слет. Алина Чемерес, Дмитрий Мешканцов, События.